В Доме русского зарубежья в Москве отметили трагическую дату в истории русского флота. 90-летие со дня спуска в беззельте Андреевского флага, когда последнее формирование императорского флота, русская эскадра, окончательно прекратила свое существование. Рассказывает Эльвира Гордеева. Отступление Белой армии в ноябре 1920 года закончилось беспрецедентной эвакуацией из Крыма. Моряки, солдаты, офицеры, казаки, кадеты и гардемарины морского корпуса, часть гражданского населения портов Севастополя, Ялты, Феодосии и Керчи, погрузившись на суда, отправились в добровольное изгнание. Обогнув полуостров Пелопонез, 33 русских корабля бросили якорь в тунисском порту Безерта. В Безерте оказались корабли суда Черноморского флота, эвакуировавшиеся после того, как закончилась белая антибольшевистская борьба в Крыму. И они находились там с 1921 по 1924 годы. В далекой Тунисской гавани год за годом продолжалась служба. На российских кораблях поднимались и спускались андреевские флаги. Отмечались праздники исчезнувшего государства. В храме Александра Невского, построенного русскими моряками, отпевали усопших и славили Христово Воскресенье. В морском училище юноши изучали навигацию и астрономию, теоретическую механику и историю России. После того, как Франция признала советское правительство, андреевский флаг был спущен. И русские люди, это и моряки, и те же кадеты, и гражданские беженцы, после этого расселились по разным странам мира, где кто-то продолжил свою морскую службу, кто-то перешел на положение беженцев. Сегодняшние кадеты о событиях 90-летней давности, связанных с началом русской эмиграции, узнают не только из книжек по истории, но и участвуя в таких акциях памяти. Не только на изучение военного дела, а на возрождение традиций, патриотизма, истории. У нас элементы исторической формы, вы видите, погоны, знамя тоже самое. И, безусловно, такие даты мы должны помнить, и ребята должны их знать. Участники акции в память о тех событиях повторили символический спуск андреевского флага. «Славу России с Богом, с андреевским флагом». Вот эта фраза, она сегодня звучит по-особенному, потому что андреевский флаг возрожден. Он вновь символ доблести, чести, геройства не только военных моряков, но и нашего народа. Затем участники акции прошли в здании Дома русского зарубежья и ознакомились с экспонатами выставки, посвященной столетию начала Первой мировой войны, где представлены подлинные фотографии тех лет, копии агитационных плакатов, книги, награды, письма солдат, оружие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...